Всем привет! Меня зовут Катя и вы на канале Faberlic Love. Сегодня у нас с вами обзор блендера новинки текущего каталога. Спасибо всем, кто во вкладке сообщества ответил на вопрос, какой продукт вы хотите измельчить. Конечно, все хотят кофе. Попросили жареные орешки, у меня жареный миндаль. Попросили семя льна, пришлось его побегать, поискать. У меня здесь крупные овсяные хлопья. И посерединке это сахар. Давайте для начала посмотрим устройство блендера, покажу как его собирать, разбирать. Обговорим кое-какие нюансы его использования. Ну а потом посмотрим, как он измельчает все эти продукты. Конечно, любой блендер состоит из блока с двигателем. Смотрите, вот вроде протирала, протирала, но не до конца протерла. Это сахар. У нас с вами панель с переключателем. Пять скоростных режимов, которые работают, которые не нужно удерживать. Это круто, это классно. Есть импульсный режим. В этот момент блендер работает на максимальной мощности, но тут нужно удерживать. Блендер оснащен системой защиты. Если не установлен кувшин или измельчитель, блендер работать не будет. Тут у нас... Как эта штучка называется? Скажите мне, я вам скажу. В общем, ладно, это не так важно. Обратите внимание, что измельчитель и блендер устанавливаются просто сверху, не вкручиваясь. Это тоже такой важный момент, потому что я первое время хотела прикрутить, но ничего из этого не получится. Так как я всегда снимаю ночами, то, конечно, мы блендер с вами запускать не будем. Вилка обычная, метровый шнур. Все меня устроило. Единственное, кроме хромированной поверхности, которую очень сложно оттирать и приводить в идеальное состояние. В комплекте у нас идут измельчитель, который состоит из блока лезвий и сама чаша измельчителя. Просто скручиваем до упора толстое стекло и устанавливаем. В инструкции указано, что нежелательно наполнять этот стакан больше половины. Я так и делала, больше половины не насыпала. И измельчитель у нас для твердых продуктов, семян, злаков, бобов, кофе и так далее. И указано, что в тот момент, когда вы измельчаете твердые продукты, желательно делать это в импульсном режиме, во избежание заедания лезвия. Вот сегодня, когда я молотила миндаль, я делала это не на импульсном режиме. И действительно лезвие заело. Но это происходило и у моего предыдущего блендера, что если не по инструкции делай, что возможны такие проблемы. Но что я должна вам сказать? Когда в моем блендере, предыдущем полярисовском, заело, у меня просто вот этот шестереночек, будем говорить, что это шестереночки, которые вместе контактируют, у меня их просто перебило. У блендера данного стоит защита. Это я уже на практике узнала. То есть, когда заело, блендер включил защиту, он не перегрелся, он не сгорел. То есть, когда он почувствовал напряжение, то есть, какой-то есть у него лимит сопротивления, когда он почувствовал сопротивление большее, он не сгорел, не испортился, ничего тут не перекрутилось, не испортилось. А на моем блендере именно вот эта шестеренка, которая сюда вставляется, они друг с другом перетерлись и испортились. То есть, уже вроде крутится, а сцепление не происходит. Вот это большой плюс этого блендера. Идем дальше. Еще такой важный момент. В инструкции указано, что блендер может работать до двух минут. Но, когда я углубилась в вопрос, многие техники, инженеры не советуют использовать блендер в импульсном режиме более 30 секунд. Также есть у нас чаша. Давайте посмотрим. Чуть-чуть приподнимем мою камеру. Нет, она не хочет. Нет, вы представляете? Заела, зараза такая. Ладно. Чаша блендера полтора литра. Тоже рекомендовано не наполнять больше, чем полтора литра. В инструкции указано, что добавление ингредиентов. Все тут прописано. И если вы делаете что-то жидкое, то добавляйте все порционно. Так же, как и в измельчителе. Соблюдайте определенные порции. Все в инструкции есть. Если кому-то нужна инструкция, остановитесь и почитайте. И теперь покажу, как происходит сборка этой чаши блендера. У нас с вами в комплекте сам стеклянный кувшин, лезвие. Кстати, в чем плюс кувшина? У меня когда заела от орешков, я измельчитель разобрала, промыла, все хорошо. Вот у кувшина, видите, лезвие, все металлическое. Если у измельчителя там пластик и тут же начинается металлическое лезвие, то тут все полностью металлическое. И в чем вот проблема с орехами была? Орехи, они маслянистые и они приклеиваются. И если маленькие обороты, они успевают забить вот это пространство и тормозить. Ну, я все прочистила, все нормально работает. Вот у нас блок лезвий, уплотнительное кольцо, силиконовое. Одна сторона у него гладкая, другая ребристая. Вы ребристой к кувшину прижимаете. Мы вставляем лезвие. Я обычно кувшин ставлю вот так. Кстати, все эти вещи, они скручиваются, потому что, видите, тут все болты. Я так и раскрутила измельчитель. И сверху у нас идет основание чаши. И мы равномерно закручиваем. Вот когда кувшин вверх тормашками стоит вверх, удобнее всего. Закручиваем всегда все до упора, убеждаемся, что все стало симметрично. Также в комплекте к кувшину идет крышка, достаточно плотно закрывается. И вот еще маленькая крышечка, как оказалось, это измерительный колпачок. В нем 50 миллилитров, то есть все продумано. Когда вы, например, у нас кувшин служит для пюре, каких-то смузи, соков. Вы можете сделать овсяное молоко, миндальное молоко, чтобы не бегать и не искать не молоко. В общем, я также в кувшине перемолола спокойно и овсянку, и миндаль. То есть можно сразу в кувшине, не так, что вы измельчите, или сначала измельчаете, потом в кувшине это делать. Нет, в кувшине прекрасно я размолола овсянку, и можно тогда уже добавить воды и сделать овсяное молоко. Точно так же с миндальным молоком. Миндаль я спокойно измельчила в кувшине, и добавить потом водички. Ну, на этом вроде бы все, что я хотела вам сказать. Читайте инструкцию, конечно, при покупке. Если нужна прям очень подорубная инструкция, вы всегда можете запросить ее в обратной связи. Ну, а мы с вами переходим к контролю качества. Я все продукты молотила не более 20 секунд, чтобы показать вам нюансы. Если вы... Можно же молотить в режимах до 2 минут, но лучше от 30 секунд до минутки. Вот если вы кофе молотите за 20 секунд, то у вас некоторые зернышки могут остаться непромолотыми. Так как я уже не первый раз это делаю, если молотить 30-40 секунд, особенно в импульсном режиме, то просто все в ноль. И кофе достаточно, получается, мелкого помола. Конечно, не такого мелкого помола, как в настоящей армянской кофемолке моей свекрови. Там просто тончайший помол. Однажды у меня будет такая кофемолка. Поеду в Армению и себе куплю. Но в целом хорошо, но обязательно вот этот момент учитывайте, что чем дольше вы молите, тем меньше будет помол. Идем дальше. Кофе мы помололи. Давайте посмотрим, что становится с миндалем. Миндаль точно так же 20 секунд и получилась воздушная миндальная мука. Если молотить дольше, то она будет абсолютно однородной. То есть вы контролируете помол, как вам удобно. Нужно ли вам это однородное масло, чтобы потом какую-то пасту сделать. Я знаю, что у нас на миндальной муке пекут, делают батончики, сладости. И там отличается помол. Если вам это, например, посыпка на тортик или еще что-то, то есть вы оставляете в той консистенции, которая вам нужна. Но можно измельчить полностью в однородную субстанцию. Далее семя льна. Вот, кстати, кто просил меня перемолоть семя льна? Пожалуйста, напишите, что мне теперь с этим семенем делать. Оно, конечно, вообще превратилось в муку. Ну, наверное, с этой мукой ее нужно добавлять в какие-нибудь смузи. Да, кстати, меня просили сделать смузи, но смузи, оно бы расслоилось, пока эти все ингредиенты ждали съемки видео, как минимум часа три. Поэтому вот некоторые из них, например, миндальная мука и кофе, они успели немножко увлажниться и скомковаться местами. Вот, льняная мука выглядит интересно. Практически ничем не пахнет. Я понимаю, что там огромное содержание клетчатки, омеги. И напишите, пожалуйста, куда вы ее добавляете, что вы с ней делаете. И теперь покажу, девочки, вы меня простите, я вам только что показала не льняную муку, я вам показала овсянку. Это овсяная мука была, светленькая. Я и думаю, почему такая светленькая? В общем, вот 12 ночи нельзя снимать, 12 ночи, но по-другому не получается. Это у нас из крупной овсянки, настоящей, которую долго варить надо, получилась мука. Точно так же можете молоть гречку и другие крупы. А вот сейчас покажу льняную муку. Вот она какая темная. Тоже очень мелко помолота, прекрасно справился измельчитель с ней. Вот льняную муку я делала в измельчителе. Так что жду от вас рецепты с льняной мукой. С овсяной мукой я знаю, что сделать, с миндальной тоже знаю. Ну, в принципе, и с льняной можно почитать, но мне интересно, что делаете вы. И теперь покажу ингредиент, который я сама хотела перемолоть. Это сахар. Моя свекровь использует электрическую кофемолку. Не для кофе. Она ее использует для того, чтобы делать сахарную пудру. Так как она много печет, ей сахарная пудра нужна, но сахарная пудра в разы дороже, чем сахар. Поэтому вы можете бесплатно производить свою сахарную пудру в неограниченных количествах и экономить большие деньги. На самом деле, функции этого блендера можно описывать долго, придумать множество рецептов. Вы можете делать детские пюрешки, детские кашки. Вы можете делать смузи, вы можете делать интересные начинки для бутербродов. Например, я очень люблю рыбные бутерброды. Они делаются в блендере. Начинка для рыбных бутербродов делается в блендере. Это просто нереально бюджетные бутерброды. Если наберется достаточное количество желающих посмотреть, как я их делаю, а вы обязательно пишите, что вы хотите посмотреть, тогда я засниму для вас рецепт этого чудо-бутерброда. Это действительно очень-очень вкусно. Если вы, так же, как и я, любите рыбку, напишите в комментариях, люблю рыбку. Для меня это будет означать, что вы хотите увидеть этот рецепт. Ну, а на этом все, мои хорошие. Покажу вам в конце видео странички инструкции, чтобы те, кому интересно, могли остановить и почитать. А те, кому не интересно, уже ушли. Ну, блендер я однозначно советую к покупке. 3 700 по нынешней цене на рынке. Этот дешевле даже, чем подобные в М-видео. Особенно сегодня, когда у меня просто застопорилось лезвие и при этом блендер не сгорел. Хотя я была готова к этому, потому что не перетерлись кольца. Я была готова к тому, что все, я с этим блендером обращаюсь. Но нет, вы представляете, все продумано. И, кстати, вот эта мерная чашечка, как колпачок на крышечке 50 мл, это вообще... Причем она, видите, она такая квадратненькая, она может устойчиво стоять. Класс! То есть можно дозировать 50 и 25 мл. В общем, девочки, пишите. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если видео понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Даже просто какой-то там смайлик, сердечко мне уже очень приятно. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока!